Приветствую вас всех, братья и сестры! Перед нашей общей молитвой давайте все вместе откроем Священное Писание от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. От Матфея, 7 глава, с 1 стиха. Не судите, да не судимы будете, Ибо каким судом судите, таким будете судимы, И какую мерою мерите, такую и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, Да, я вынул сучок из глаза твоего, А вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не судите, да не судимы будете, Сказал Иисус Христос. И до сего дня фраза Не суди, don't judge Звучит как и у верующих, Так и у тех, которые далеко от Христа. Не суди меня, Не суди то, что я делаю. Мы привыкли слышать, Особенно от тех, Которые что-то делают, Что противоречит священному писанию. Но чтобы по-настоящему понять эту фразу, Чтобы знать, как правильно эти слова Использовать в своей жизни, Мне кажется, мы должны посмотреть На автора этих слов. Мы должны увидеть, как Христос Использовал эту фразу В своей личной жизни, Быв здесь на земле. От Иоанна 8 глава. Христу привели женщину, Которая была взята в прелюбодеянии. Христу даже подсказали, Что Моисеев закон говорит о том, Что надо сделать с этой женщиной. И люди ждут, Какой суд Христос проявит Над этой женщиной. Над этой женщиной, Которая по закону, Даже по Библии поступила неправильно. Моисей сказал, Что такие, как она, Должны быть побиваемы камнями, Напоминают Иисусу Христу. А Иисус, подняв взор на обвинителей, Говорит, Кто без греха, Тот первый пусть бросит камень. Автор слов Не судите, да не судимы будете, Обращаясь к женщине, Говорит, И я не осуждаю тебя, Иди и не греши. Несудимы, да не судимы будете, Сказал Христос. И со словами Христа Мы, конечно, все соглашаемся. Но вот в практической жизни Мы встречаем брата или сестру, Который что-то сделал неправильно. И как же мы, как христиане, Как те, которые слушаем слова Христа, Должны в этой ситуации себя вести. Матфея 18 глава с 15 стиха. Здесь записано следующее. Если же согрешит против тебя брат твой, Пойди и обличи его между тобою и им одним. Мы дальше читаем, что если это не сработало, То ты возьми с собой еще одного или двух, Или даже трех свидетелей. Если это не сработало, То ты пойди и ты скажи об этом церкви. Если уже и церковь не имеет влияния на этого человека, То тогда и только тогда Да будет он тебе, как язычник и мытарь. А о том, как Христос поступал с язычниками и мытарями, Мы сами можем прочитать в Священном Писании. Мы только что прочитали, услышали, Как Христос нас учит поступать тогда, Когда мы видим, что брат согрешает против нас. И размышляя о том, что мы должны сделать до того, Как брат для нас становится мытарем и язычником, Давайте подумаем о том, Что после согрешения брата Первое, что мы делаем, Это берем и его осуждаем. Брат согрешил, мы это увидели, мы его осудили. Точка. Меняет ли наш суд формулу Иисуса Христа, Которая сделана, как мы читаем в 15 стихе, Для того, чтобы приобрести брата. Я могу с уверенностью сказать, Что наше осуждение человека Создает для нас большое препятствие. Осуждая брата, мешает нам помочь И приобрести его для Христа. Осуждая брата, мы уходим от формулы Иисуса Христа, Иисуса Христа, которая показывает нам, Как правильно исправить ошибку ближнего. Слова «не суди» в последнее время Лично для меня приняли особое значение. Я в своей жизни просто начал замечать, Что когда я сужу кого-то, То проходит короткое время, И Бог мне показывает, Что я делаю практически то же самое. В течение короткого времени Бог показывает мне, Что я делаю то же самое. И слова «лицемер» Вынь прежде, Бревно из глаза своего Уже начинает звучать Именно в мой адрес. Я начал замечать в своей жизни, Как Бог показывает мне, Что когда я сужу кого-то, Я ничем не лучше этого человека. Осуждая другого, Мы как минимум не исполняем заповедь Иисуса Христа, Которая говорит нам, Не суди. И вступая уже на путь осуждения, Мы рискуем стать камнем преткновения Для брата или сестры, За которых страдал Христос. Смотря на жизнь Христа, Мы видим, что сам Христос Не судил тех, Которые сами не судили других. Христос и Самарянка. Несмотря на то, Что Самарянка имела известный грех В своей жизни, О котором знал не только Христос, О котором знали многие, Христос почему-то в разговоре с ней Даже не упоминает ее порог. Христос, зная, Что она живет с мужчиной вне брака, Зная, что это уже шестой мужчина, С кем она живет, Говорит ей, Пойди и позови мужа твоего. И из ответа женщины, Из того, что она сама открывает Христу свое сердце, Мы понимаем, что Христос Эти слова говорит с любовью, Он эти слова говорит без осуждения. В своей разговоре с Самарянкой Христос разрушает все барьеры того времени И показывает нам, Что для спасения человека Мы вначале должны найти ключ В его сердце. Иисус Христос, Его отношение к другим Привело к тому, Что про Него сказали, Что он друг мытарям и грешникам. Отношение Христа к грешным людям Было такое, Что простые люди Не боялись приходить к Христу И просить о помощи. Простой народ не боялся Прийти ко Христу И просить исцеления. Мы читаем о том, Что родители не стыдились Приводить к Нему своих детей. Родители даже не стыдились Приходить к Христу И приводить тех детей, Которые были одержимыми Злыми духами. Мария Магдалина Не побоялась Подойти к Христу И, омыв Его ноги елеем, Вытереть их Своими волосами. Окружающие люди, Мы читаем, Судят этот поступок, А Христос, напротив, Заступаясь за Марию, Говорит, Оставьте ее. Что ее смущаете? Истинно говорю вам, Что где не будет проповедана Евангелие сие В целом мире, Сказано будет, Что она сделала. Даже в последние минуты Своей жизни, Вися на кресте, Тот, кто был К Христу Само близко, Разбойник, Висевший, Который умирал За свои проступки, Посмотрев на Христа, Видит в Его лице Милость, Сострадание И любовь. Помяни меня, Господи, Когда придешь В царствие Твое, Говорит разбойник. И в ответ ему Иисус говорит, Истинно говорю тебе, Ныне же будешь Со мною в раю. Так быстро и просто Грехи разбойника Исчезают в никуда, И минуту назад грешник Продолжая висеть На кресте, Обретает спасение И вечную жизнь. Такой результат, Такой результат, Благодаря только милости И благодати Иисуса Христа. Такой результат Невозможно получить Путем осуждения. Христос Не осуждая Спасает Разбойника Практически Без слов. Христос Говорит о милости, О том, Что мы не должны Судить других, И через свою жизнь Он показывает Нам эти слова На практике. Великое поручение Иисуса Христа Записано оно В Матфея 28 главе С 19 по 20 стих. Итак, Идите, Научите все народы, Крестя их Во имя Отца И Сына И Святого Духа, Уча их Соблюдать Все, Что я Повелел вам, И сея С вами Во все Дни До скончания Века. Аминь. Последние слова Иисуса Христа На этой земле. Те слова То поручения, Которые мы Как верующие И как последователи Иисуса Христа Должны, Обязаны Исполнить. Те слова То поручения, Которые мы Никогда Не выполним, Если мы В первую очередь Не получим Сердце Иисуса Христа. Если, Как Иисус Сказал, Он Не будет С нами Во все Наши Дни. А вот Как Иисус Может быть С нами Во все Дни? Как мы Будем Научать Все народы, Уча их Соблюдать То, Что учил Христос, Если мы В своем Сердце Уже Осудили Тех Людей, Которых Мы должны Привести Ко Христу? Как мы Будем, Как мы Начнем Работу С человеком, Который Сделал Ошибку, Когда мы Сосредотачиваемся Не на Душе, Которая Дорога Для Христа, А на Той Ошибке, Которую Совершил Этот Человек. Не Не Имея Сердца Христа, Не Научившись Любить Грешного Человека Так, Как Его Любит Иисус, К Сожалению, Мы Никогда Не Выполним То Поручение, Которое Оставил Иисус Христос Каждому Из Нас. Не Судите, Да Несудимы Будете. Это Поручение Иисуса. Лично Я Не Хотел Бы При Встрече С Иисусом Быть Судим Тем, Кто Знает Меня Лучше, Чем Кто Либо На Этой Земле. Бог Создатель, Тот, Кто Дал Мне Жизнь, Тот, Кто Знает Все Мои Мысли. Как Могу Я Человек Устоять Перед Ним На Суде? Лично Я Не Хочу Предстать Перед Христом Услышать Слово От Него О Том, Что Ко Мне В Жизнь Был Послан Человек, Которому Я Должен Был Помочь, Которого Я Должен Был Подержать, А Вместо Помощи, Вместо Того, Чтобы С Ним Помолиться, Вместо Того, Чтобы Его Наставить Поддержать, Я Первый Бросил В Него Камень. Спасение Грешной Души, Процесс Восстановления Человека После Падения Это Небыстрый И Это Совсем Нелегкий Процесс Этот Процесс, Как Мы Уже Говорили Включает В себя Беседы Может Включать В себя Группу Поддержки Как Мы Читали Может Быть Задействована Вся Церковь Этим Процессом Должен Руководить Дух Святой И И только Через Благодать И Милость Иисуса Христа Только Через Голговскую Жертву Христа И кров Которую Он Пролил За нас Человек Получает Прощение Получает Исцеление И Получает Вечную Жизнь И Опираясь На слова Иисуса Христа Смотря На то Как Христос Восстанавливал Тех Которые Упали И делали Ошибки Мы Понимаем Что Осуждение И Человеческий Суд К спасению Человека Не Приводит Христос Христос Оставил Нам Пример И Слова Не судите Да Не судимы Будете Звучат Сегодня Каждому Из Нас Возлем Ли мы Пример От Христа Внедрим Ли мы Учение Иисуса В нашей Жизни Это Решение Которое Каждый Из Нас Должен Принять Сам Для Себя Не Суди Другого Don't Judge Сказать Конечно Легко А Выполнить Намного Труднее Так Давайте Сегодня В наших Молитвах Попросим Помощи У Того Который Оставил Небеса Небес Чтобы Спуститься Сюда На землю И Пострадать За каждого Из нас Именно Тогда Когда Мы Еще Были Грешниками Христос Через Свою Голговскую Жертву Дал Нам Прощение И Вечную Жизнь Теперь Мы Поступая По Его Примеру Должны Исполнить Поручение Иисуса Христа И Это Поручение Спасения Человека Мы Сможем Выполнить Только Тогда Когда Мы Начнем Поступать Так Как Поступал Сам Иисус Христос Да Поможет Нам Бог Иметь Сердце И Любовь Иисуса Христа Чтобы Через Нашу Жизнь Через Наши Поступки Многие Люди Услышали Слово Божье Увидели Его Любовь И Также Пришли Ко Христу Давайте Помолимся Об этом Аминь